не пойму то ли пробка то ли пенопласт здравствуйте в эфире забеба ньюз и в ближайшие 5-7 минут вы будете знать все самое главное из днепропетровских новостей за прошедшую неделю обратите внимание теперь эти новости можно смотреть не только в интернете но и в 20-30 по пятницам на 51 канале начнем пожалуй антикоррупционный форум в днепропетровске несмотря на перенос даты в связи с какими подробностями с площадкой состоялся на форуме выступили сергей лещенко мустафана емс светлана зале щук василий гацко ну и конечно же наше всё михаил пакашвили краткое содержание форума конечно коррупция коррупция Это коррупция, 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 сильно коррупция. Маргарита Арсений. Ну и, конечно, о новостях моды. Теперь это становится трендом. 23 марта был горсовет, и снова ни слова о бюджете. Зато с почестями решили Александра Юрьевича Вилкула звание почетного гражданина. Тут велообщественность немножко негодует. Как же так? И ведь его же лишали, проинцевировав это дело электронной петицией. Так если кто-то не в курсе, там уже несколько ранее была подписана значительно более многочисленным составом петиция о развитии велоинфраструктуры. Ну, а видимо, эта петиция немножко не такая. Лицом, наверное, не вышло. А может быть, сведение личных счетов в горсовете – это совсем другой разговор, и это очень-очень нужно для каждого гражданина. Так или иначе, Вилкул теперь не почетный гражданин. По поводу развития велоструктуры не гугу, и, кстати, по поводу разделителя нового мосту тоже. А Павел Иванович Лазаренко продолжает почетным гражданином в штатах быть. Что это? Двойные стандарты? Сессия в этот раз была очень прикольная. Один вишневецкий чего стоят. Раз уж зашел разговор о велосипедах, сразу же хочется передать привет новоиспеченному секретарю городского совета, господину Мишалову. Обещали с билборда в горсовет на велосипедах ездить? Кручу, 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 педали кручу. Пора начинать, погода располагает. А, и еще. Примите уже бюджет, сколько можно. Продолжает продолжать веселье вокруг цирка Кобзов, который вузу. Цирк Кобзов, первый акробатический трюк. Ситуация такая. Цирк неплохо расположился посредине парка имени Глобы. На том самом месте, где обычно детки катаются на роликах и велосипедах. Видимо, это неплохая альтернатива, сходить в цирк вместо катаний. Вопрос только в одном. Немножко с документами нелады у этого самого цирка. Из принципиального, только распоряжение городского головы. Ну и еще разговоры о том, что какие-то дети, по всей видимости, атошников, получат не то 5000, не то 60 билетов на представление этого цирка. А вот куда будут деваться фикашки, прошу прощения, из-под животных? И кто будет ремонтировать разолбленный асфальт, там, где детки обычно катаются? Об этом ни слова. Друзья, а как бы ему удалось устроиться в этот цирк на работу? По поводу парков и бюджетов. Вот, например, интересная цифра. 120 миллионов гривен в этом году собираются потратить на благоустройство парка Глобы и парка Шевченко. Только с документами там не все хорошо. Вот, например, проблема. Границы парков определены не до конца. Или другая тема. 5 миллионов гривен собираются угрохать в туалеты. Как бы это смешно ни звучало. А в Марке Глобы еще интереснее. Там, оказывается, участок под туалетом вообще предназначен для исследований и разработок. Интересно, чего можно исследовать под туалетом? Тем не менее, повезло не всем. Вот у театра кукол на победе. Вообще помещение собираются забрать. Читайте о бюджетировании и принимайте активное участие в создании Днепропетровского бюджета. Это важно для каждого гражданина. Страничка веселенького апокалипсиса. Как известно, не ладятся дела вокруг строящейся части Днепропетровского метрополитена. На городской баланс ее никак не примут. А вот деньги там уже закончились. И электрики обещают со дня на день отключить электричество. Что это значит? Все очень просто. Остановятся насосы, прекратится откачка воды, потихонечку заполнится выработка этой водой. А потом и действующая часть метрополитена тоже. И озерка подземные уйдет. Титаническая борьба с мафами продолжается. Дмитрий Терентьев участвует в ней лично. Вот то на Тополе, то на Новокрымской что происходит. Иногда ларьки сносят, а иногда на глазок определяют их целесообразность и не сносят. Если за последние 10 минут уже зашло 5 человек и купило товар, соответственно, есть экономическая целесообразность. Я же самого на мне торгую, краденого не держу. Так чего меня забирают? Пару слов про СБУ. Забеба Ньюз неожиданно узнала, что у Бориса Альбердовича Филатова, а также у его замов, до сих пор нет доступа к государственной тайне. Это значит, что если вдруг в городской совет придет какой-то секретный пакет, ознакомиться с его содержимым никто не сможет. Под Днепропетровском СБУ вскрыла фабрику по производству паленых семян зерновых, а также иных технических культур. Причем все эти семена реализовывались по всей территории Украины под известные марки. Будьте осторожны, покупая семена. Правила участия в розыгрыше отличной приставки Фрегат ТВ еще более упростились. Раз. И подписаться на канал. Два. Поставить лайк и оставить комментарий. И вот ты уже практически владелец приставки. Что ты сидишь? Иди комменти быстрее. На этой неделе путем использования сложнейшей рандомизирующей программы на сайте random.org приставку получает внимание на экран. А на сегодня, пожалуй, все. Подписывайтесь на наш канал в интернете, ставьте лайки и будьте активными гражданами.